Деформирующая кисть Отдельные области изображения можно исказить и деформировать пиксели, используя специальные деформирующие кисти. Таким образом, можно закрутить отдельные области изображения, сжать или расширить их и создать много интересных эффектов. Данный инструмент часто применяется художниками при создании карикатур и шаржей. Выберите инструмент «Деформирующая кисть» на панели инструменты. На панели атрибутов располагаются настройки кисти деформации. Перед началом работы с данной кистью необходимо выбрать подходящие параметры размера, твердости и интенсивности действия инструмента в соответствующих полях. В разделе «Режимы деформации» располагаются различные эффекты деформации изображения. Рассмотрим данные режимы более подробно. Используя режим «Вытеснение», вы сможете размазать область изображения. Для этого необходимо зажать левую клавишу мышки на изображении и потянуть курсор в необходимом направлении. Режимы деформации «Расширить» и «Уменьшить» позволяют раздуть или сжать обрабатываемую область фотографии. Например, можно уменьшить или увеличить глаза человека или животного. Стоит отметить, что эффективность инструмента «Деформирующая кисть» зависит от продолжительности его применения, то есть чем дольше удерживается кисть на области, тем интенсивнее проявляется эффект. Режимы «Завихрение вправо» и «Завихрение влево» позволяют закрутить область изображения по часовой или против часовой стрелки. Параметр «Шумы» задает небольшие искажения на обрабатываемой области изображения. Два последних режима осуществляют функцию исправления изменений. Режим «Разравнивание» помогает постепенно сглаживать эффект деформации изображения, постепенно приводя его в первоначальный вид, а режим «Устранение деформации» полностью удаляет локальные зоны, внесенные в изображение деформации. Изображение можно также исказить с помощью сетки. При выборе инструмента «Деформация по сетке» на изображение накладывается сетка. На пересечениях сетки расположены точки, путем перетаскивания которых можно деформировать конкретные области изображения.